Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 августа. Память святого священномученика Александра, епископа Каманского. В городе Камане, близнея Кисарея, епископа которой в описанное время был святой Григорий Чудотворец. Жил в добровольной бедности один муж по имени Александр. Его богоугодная жизнь была сокрыта от людских взоров и известна одному только Богу. Святой Александр, будучи прекрасно образованным человеком, мог бы приобрести значительное богатство и пользоваться своим уважением. Но он избрал ради Бога добровольную нищету. Придирая мир, он ни во что не ставил свои знания и выдавал себя за человеками книжного, невежественного. Исполняя слово апостола, если кто из вас думает быть мудрым в веки всем, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Желая кормиться трудами своих рук, блаженный Александр в крайнем смирении избрал для этого едва ли не последний род службы. Он начал делать уголи и продавать их, с низкими этим дневное пропитание. Через это святой Александр стал предметом шуток и забавы для детей. Отработали то его и одежды, пропитались угольной пылью. И когда он в таком виде являлся на рынок, то походил на Эфиопа. Во всем городе святой Александр был известен как угольщик. Но Господь, живущий на высоких, презирающий на смиренных и возносящий их, благоволивающий во время здешней земной жизни прославить смиренного раба своего Александра и даровать в нем в церкви свои столб и украшения. Для этого он удостоил его епископской степени. Умер епископ Каманский, и жители города отправили в некий сарей к святому Григорию Чудотворцу посольства с просьбой, чтобы он пришел к ним и поставил епископа. Святой Григорий вскоре прибыл. Когда на соборе стали избирать мужа, достойного занять святительский престол, начались разногласия. Они избирали лиц благородного происхождения, другие богатых, третий — красноречивых, четвертый — почтенных видом и возрастом. И всех этих избранников приводили к святому Григорию Чудотворцу, как людей, достойных похвалы и епископству. Святой Григорий Чудотворец не спешил, однако, с избранием и посвящением епископа, ожидая, когда сам Господь явит достойного. Он обратился к собору и напомнил ему, как избрал Бог Давида, чтобы последний царствовал над Израилем, когда Иисей привез старшего сына своего Ильява к святому Самуилу. Так пророк спросил Господа, что не этот ли предназначается в помазаннике его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. И нам должно, говорил святой Григорий, избирать пастыря для этого города, не судя по внешности, но следует искать уготованного Богом, ибо человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. И меры и достоинства служат не внешний вид, а внутреннее настроение предвечное, известное только Господу. Эти слова святого Григория некоторым были неприятны, и они с усмешкой говорили между собой, если смотреть не на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр угольщик может быть избран и поставлен епископом. Напоминание об угольщике возбудило смех и в других присутствовавших на соборе. Святой же Григорий по некоторым разрушениям сказал, «Не бездействие Божие промыслы упоминает этот человек, сделавшийся сейчас предметом посмеяния». И начал спрашивать, кто этот Александр, о котором вы вспоминаете. «Я хочу видеть его». Святой Александр стоял в это время у здания, где был собор, и держал мулов, продлежавших прибывшим на избрание. Некоторые вышли и привели святого Александра на собор. Когда он встал в это время собрания, все начали смотреть на него и смеяться, потому что от угля, как он сам, так и бедные рубища его были черны. Во время всеобщего смеха он стоял с почтением перед святителем, углубившись в себя и не обращая внимания на смеявшихся. Святой же Григорий Чудотворец, обладавший даром прозрения, познал обитавшую в блаженном Александре благодать Божию, делавшую его достойной избранием на святительский престол. Став со своего места, он уединился со святым Александром и стал спрашивать его, заклиная именем Божьим, говорить правду, кто он. Святой Александр, хотя и желал скрыть себя, но не будешь в состоянии сказать неправду перед столь уважаемым святителем, и к тому же, боясь клятвы, рассказал все о своей жизни, как он, человек многосведущий, для Бога так смирил себя и облег себя добровольной нищетою. И в беседе с ним святой Григорий убедился, что он отлично знает не только науки, но и священное писание. После этого святитель приказал своим приближенным отвезти к нему святого Александра и там его вымочь, одеть прилично и привезти снова на собор. А сам снова сел на свое место, вел в это время Бога вдохновенную беседу. Спустя немного времени на собор был введен святой Александр, омытый в светлой одежде и чрезвычайно благолепным лицом. Все, видевшие раньше святого мужа, узнав его, не могли удержать от изумления. А святой Григорий начал с ним беседовать, предлагая ему вопросы священного писания. Святой Александр отвечал так благоразумно, что присутствующие не могли не признать его за человека ученого и разумного, причем еще более удивлялись. А зачем муж таких познаний скрывал свои мудрости, живя среди них, как последняя невежда? В то же время они укоряли себя, что столь мудрого человека, смирившего себя ради Бога, осмеивали, почитая же безумного. Тогда все бывшие на соборе с радостью и единогласно избрали святого Александра и епископа в исполнении слов Господних, говорящих в Писании. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 1 Царств 16.7 Святой Григорий возглавил святого Александра по степеням иерархическим. Сначала посвятил его иерее, а потом епископа. После посвящения епископа он велел святому Александру сказать народу назидательное слово. Когда святой говорил по учению, то из уст его благодать Духа Святого истекала точно река, приводя сердца в умиление. И весь город радовался и славил Бога, имея такого учительного пасторя. Святой Григорий удалился в Неокисарию, а святой Александр пас в Каманах стада Христова. Для верующих являет пример словом и жизнью. При этом святитель случилось одному филосову при святителе из Актики быть в Каманах. Слушал по учению святителя народу, он смеялся над простотой его речи, лишенной ораторских украшений. Но святой Александр в своих поучениях заботился не о красоте слова, а о его назидательности. И ради простоты слушающих слово его отвечалось простотою, будучи в то же время очень бешеспасительно. Но вот однажды, помянутым атическому философам, было такое видение. Перед ним появилась стая очень красивых белых залубей, спускавших в сияющий блеск, как говорит Салматеев, скрыли покрыты серебром, а перья чистым золотом. И при этом был голос. Это слова Александра, епископа, над которым ты смеялся. Очнувшись от видения, философ устудился от своего поступка и, отправившись к епископу, просил у него прощения. Вскоре царство Нидиоклетиано поднялось на христиан гонение. И святой Александр, епископ Каманский, был схвачен нечестивыми язычниками, принуждаемые к велопоклонству. Он не отвергся Христа, за что после мучений и был ввергнут в огонь, где святой епископ и приял кончину за Христа Бога нашего.